Привет ребята, спасибо всем кто поддержал прошлый ролик лайком И выходит вот вторая часть, в которой я покажу как же выглядит эта монета И продолжение истории по поводу буцефала Ну что ж, давайте распакуем эту монету Довольно быстро она дошла Я напоминаю, что покупал я ее на аукционе Виолити Очень советую этот аукцион Я регулярно там покупаю для себя монеты Здесь есть форум, на котором можно оценить какую-то монету, если вы хотите продать Также в лотах есть ссылочки на форумы, где обсуждают подлинности монеты И вы можете задавать свои вопросы, эксперты вам отвечают Очень советую данный аукцион Ну что ж, давайте распаковывать Ну что ж, она была хорошо упакована Еще, видите, дополнительно завернута При распаковке она очень тяжелая Вот на первый взгляд, конечно, на фотографии не видно как Но на самом деле монета довольно тяжелая И приятно держать ее в руках Она сделана из серебра Вот Немножко такое впечатление, что немножко блестит Но это, скорее всего, от того, что я показываю вам ее в фотобоксе И отсвечивает от лампочек Такой вот дополнительный цвет В целом всегда приятно держать такого плана монеты Которым особенно столько лет А теперь вернемся к вопросу стоимости Это тетра-драхма Сколько же стоил конь Буцефар? Известна цена, за которую Филипп Македонский купил Буцефала Коня для сына Александра Буцефал обошелся ему в 13 талантов Один талант это Это 6 тысяч драхм То есть это, если сравнивать этого коня по цене Ну это, наверное, как Бугатти в наше время В последней версии Очень дорого обходилась война И вообще все военные действия К примеру, удерживать войско из 10 тысяч человек В один день обходилось в 10 тысяч драхм Или, естественно, в целую, скажем так, горку тетра-драхм Вот таких монет, за которые ты торгуешься К примеру, соорудить один хороший боевой военный корабль Это 10 тысяч драхм Ты представь, что в Афинах во времена расцвета Флот доходил до 400 таких кораблей Одна военная экспедиция могла потянуть несколько миллионов драхм И хорошо, если она была успешной А иногда были и неуспешными Ну и самое дорогое по ценам, чего я нашел Это разное монументальное строительство То есть разные храмы, монументальные статуи и так далее Это все обходилось дико дорого Вот, к примеру, реконструкция большого порта И с строительством парковочных мест для кораблей И с строительством ангаров и так далее Обошлось в 18 миллионов драхм Большей ценой Ну, это самая крупная цена, которую я нашел По, скажем так, по растратам древнегреческим древних греков Друзья, я приглашаю заглянуть на канал История в монете Подписаться на канал Романа Вот, обязательно посмотрите какие-то ролики Наверняка каждый найдет для себя что-то интересное Ром, возможно, ты хочешь что-то добавить еще? Буду всех рад видеть у себя Ну, во всяком случае, всех, кто заинтересуется моим каналом И, Алексей, спасибо большое за общение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok